здравствуйте здравствуйте все 29 мая 2016 года канала подготовка у нас внеочередное мероприятие со мной в студии валерий и сергей до новой исторической эпохи у нас осталось 524 4 дня вещаем из саратов с волги из россии все по-прежнему из саратов с волги из россии тут вот вышли мы в связи с праймерис в парнас как мы обещали будем отвечать на вопросы вот и значит вот в чате люди пишут много интересного заочно с победой поздравлять ну заочно не надо поздравлять посмотрим что там получится но вот вчера по крайней мере нам отзвонились большинства участков где люди голосовали ногами ну сергей расскажи тогда что я говорю один на общем то мы уже информировали об этом писали вчера вконтакте и некоторые сми написали уже о том что предварительно мы шли на первом месте по вчерашнему дню и люди в общем то которые были на избирательных участках в частности в москве на одном избирательном участке и у нас идет вообще программа то я уже не вижу ничего но вроде пишешь дальше и зашу вот люди пишут что общем то мы очевидные фавориты вот нам очень много поступает писем с в общем то такими наблюдениями даст избирательных участков я думаю что мы сейчас некоторые из них может быть зачитаем в ходе эфира и в общем то но пока у нас все шансы на победу не пишет ну что слова сыграл с наперсочниками ну еще никто ничего не сыграл давайте дождемся результатов голосования много интересных моментов было вот уже по крайней мере самое главное нам было привлечь внимание на этот праймерис то есть победа мальцева должна была привлечь внимание в любом случае мы уже уже победили в любом случае свою программу минимум мы выполнили программу максимум в общем то она какая может быть я вообще честно говоря не сомневаюсь если по-честному все будет в победе вообще даже ни секунды не сомневаюсь поскольку вот как сергей позвонил один из соратников ему звонил который был на участке и не заметил никого кто голосовал бы не за мальцева да хоть за кого-нибудь другого поэтому но это логично потому что люди на самом деле голосовали не за мальцева люди голосовали за 5 11 17 года люди голосовали за справедливость за выбор за перемены то есть чем они с кем они связывают эти перемены и свое понимание справедливости и свое понимание выбора вот связывают с нами поэтому я думаю тут все нормально много фейков было а тут в саратове очень много фейков тут какие-то люди непонятные давали интервью который оказывается там самый-самый главные помощники были даже не помощники а там чуть ли не соратники морясти революции да 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 а потом вот они они ушли но я помню некоторых которые ушли потому что перестали платить деньги да вот они ушли но это давно было когда там саяцкого боролись но я бы не сказал что они были кем-то кроме пехотинцев я вспоминаю как приехал сюда комиссар с норвегии по беженцам я сижу в думе по ко мне приходит мужик который по-русски не говорит по-английски с трудом вообще по-норвежски говорит приводит приходит перехватчица будет этого комиссар там какой-то он вам хочет вопросы задать я губину пусть задает вот вы помните там такого пиписьки на ягоне не помню никому я не помню фамилию он говорит вот хочет получить в норвегии политическое убежище и говорит что он клеил листовки за аятского против аятского вашей компании а теперь значит вот у него его жизни большая угроза и он уехал в норвегию я не помню такой фамилии я выдергиваю тех людей которые со мной работали кармишина и вдруг кармишин вспоминает что у него был бригадир а у этого бригадир какой-то родственник который пошел куда-то там за денежку естественно что-то он там поклеил где-то вот был как мы называли ниндзя расклещик вот этот ниндзя расклещик написал заявление приехал целый комиссар жил здесь несколько дней собирал сведения о трудностях жизни этого ниндзя расклещика здесь саратов и угрозе его жизни а потом уезжать я и я говорю ну вы чё там как какое решение примите могут однозначно мы предоставим ему убежище раз он такой значит борец с режимом я был потрясен просто потому что я понимал что в общем то ну человек который был один из тысячи так скажем вот такие дела так не получилось проголосовать крым пишут ну да 24000 на волне перемен проголосовали а у вас на канале 90 тысяч подписчиков ну да есть такая тема и вот сегодня одно из саратовских сми фейк такой выкинул что якобы дождь на дожде меня будет горит вот там написали что на дожде выступил касьянов и чё-то такое сказал я говорю во сколько это было утром я говорю вы хотите сказать что кассиян проснулся пять утра поехал на дождь и дал интервью в воскресенье я горит не смешите ну и пытался спать дальше но мне не дали спать но и надо конечно понимать мы не будем называть название чтобы не пиарить это сюда так называемая но надо понимать конечно репутацию этого сми и в принципе мы удивлены что они не написали что там анунаки напали на мальцева в этом роде мы не удивились на самом деле от них да ну сейчас тут на сей момент расскажи какая ситуация с сайтом ситуация на данный момент достаточно сложная сегодня с утра как уже многие знают появилась информация о том что выложили данные в общем-то с подписчиков до которые были на сайте волна перемен но там есть разные мнения у нас здесь человек тоже который в общем-то приближен скажем так именно к информационным технологиям и понимает как этот процесс происходит есть мнение что в общем-то это база данных устаревшая что она не новая но по каким причинам это произошло это другой вопрос сейчас проходит расследование то есть парнас сообщил о том что голосование приостановлено то есть сейчас действительно голосование на сайте не проходит голосование приостановлено по причине того что вот был данный вброс в общем-то база данных появилась в открытом доступе какая она там устаревшая или не устаревшая другой вопрос но и в общем-то мы тоже так же как и вы ждем какого-то развития ситуации пока знаем пока ровно столько же сколько и вы что голосование остановлен тут нам письмешку написали люди из значит господи это из новгорода да да из новгорода голосование там очень странным образом прочитали я не буду все читать нос вкратце смысл в том что люди приходят там не вот узнав что проголосовать можно будет ногами по адресу улица голованова дом 23 офис 304 я обрадовался что смогу подтянуть друзей так как ну и так далее вот пишет что их туда не пускал вахтерша говорил что там все закрыто уже вот в итоге их вели как под конвоем по два человека в комнату 30 квадратных метров абсолютно непонятно почему по 2 причем они пришли в 1130 их никто не ждал абсолютно они так поняли что они первые кто пришел их привели там стоит компьютер они дают паспорт им отвечают что ну как бы паспорт не нужен вы зарегистрировались вот голосовать по компьютеру тогда можно было это сделать из дома не но первый блин комом конечно еще не проводили на праймерис никаких никакие партии потому что вот то что проводил единая россия конечно какой праймерис это это была обычная предвыборной кампании до начала любой предвыборной компании то есть до регистрации совершенно беззаконное действие парна с этим не грешит мы не видим здесь билбордов каких-то там каких-то мужиков бегающих с флажками да там триколорами и рассказывающими о том как надо голосовать за партию единая россия ну поэтому ну бывает вообще таких конечно смешных моментов много и нам много об этом написали но я не думаю что это страшно тогда вот нам инна вавилова написала 5 11 17 появилась надежда вот это вот главное да слава бросай свои твиты с промежуточными результатами надо их видеть все за тебя слава мы сами не знаем промежуточных результатов мы знаем итог вчерашнего дня что с большим отрывом я победил это совершенно очевидно то есть все заявили кто из наших людей стояли на избирательных участках но с большим в общем-то с большой долей так скажем не хотел бы это слово говорить скептично отнесли скептично да конечно скептично не хотел я это слово говорить позвонил и анатолий болтахов сказал что все тут вот прям прекрасно выиграли но и так далее . все вспоминают светлый так сказать в кавычках образ юсифа который говорил него как люди голосуют важно как голоса считают но надеемся что в общем пар нас эту вековую традицию российскую как-то порушит до надеемся на это как вы думаете вот сейчас приостановили голосование в дальнейшем какие действия будут у пар нас тут трудно предсказывать посмотрим сейчас я понимаю так что сложной ситуации но видишь муж с тобой прогнозировали что будут проблемы с сайтом сайтом да причем независимо от того то есть мы прогнозируем что есть мальчик не будет не будет побеждать будут ну но это не могло не быть я честно скажу что вы даже не сомневались в таком результате даже для всех очень совершенно очевидно вот и мы думали что в любом случае конечно какой-то наезд на сайт будет на кроме всего прочего но вы привыкли к тому что в таких системах все-таки часто работают люди которые являются просто подсылами то есть агентура определенных спецслужб и так далее они тоже могут свою лепту вносить поганую такую поэтому посмотрим я не знаю мне трудно прогнозировать не хочу я тут вот гадать но и вот пишут из пар нас проблем мальцев до него пар нас нет такой проблемы поймите сами вот представьте себя на секунду вот нет мальцев пар насе но нет пар насе ну сколько процентов возьмет пар нас ну и трудно мне представить да как при условии что там есть титулов сейчас со всеми и там яблоко пойдет то есть голоса растягиваются а вот предположим в пар насе в первой тройке мальцев и белов подкин и чё тогда получается у нас только официально 64 процента националистов россии 64 процента только официально те люди которые демонстрируют так сказать националистическую идеологию ну не демонстрируют который является ее приверженцами готовы голосовать за националистов и чего и это совсем другой процент это даже не 10 и даже не 20 вы же понимать то есть сами все будет зависеть от того как будет накачана избирательная кампания она будет накачана очень жестко если будут такие лидеры очень жестко будет накачан компанией поэтому 5 11 может случиться и на год раньше и все это понимают то есть вариант какой тут я понимаю что я могу и и белов и я мы можем плохую службу сослужить то есть всю партию с выбором сниму а лишь бы только не пустить есть другой вариант у них там всякие фильтры этих террористов экстремистов там что-то не придумывали то есть они этому включить ну то есть масса механизмов которые они могут включить но вы же понимаете как игра в шахматы большая шахматная доска то есть мы сделали свой ход а сейчас положение в которое они попали цукцванг я имею ввиду естественно ядросов путина и всех остальных володина потому что любой ход он ухудшает положение снимают с выборов безразлично допускают до выборов тоже хорошо и так далее то есть любой вот чё бы они не делали а поскольку мы боремся с ними в информационном мире наша главная задача устроить там шухер привлечь как можно больше внимания таким образом подтянув людей каналах подготовка передачи плохие новости для того чтобы они смотрели они некоторые просто не знают вот человек сидел в москве данной участке у нее две девушки спросили а кто такой мальцев это люди от парнаса сидели в избирательной комиссии не знают какой мальцев а там идут друг за другом и все голосуют за мальцев а это какая-то подстава кто такой мальцев наша задача как можно больше людей привлечь не для того чтобы они узнали кто такой мальцев а для того чтобы они узнали что мы готовы к пятому 11 17 года и чтобы они тоже начали готовиться вот главная задача для этого нам нужны федеральные сми мы сделали свой ход чтобы добиться чего-то федеральным федеральных сми то есть какой-то реакции все сейчас мы этого добились уже уже добились уже идет волна пишут привет вячеслав гонконг проголосовал за тебя желая победы и на праймерис и 5 11 17 до вот это в твиттере нам написали гонконг проголосовал все можно считать что то что то уже победили и денис как шарев написал что псков за вас а он до псков за вас спасибо вам и за псков естественно мы за всю россию то есть нужны масса людей конечно нужны масса людей этого мы добиваемся мы я же говорил если кто-то думать что 5 11 мальцев в одну харю сделает революцию так не получится поэтому нужно гнать волну то есть то что мы делаем это в физике называется резонанс то есть это попытка создать общественный резонанс вот то что называет общественным резонансом это херня общественный резонанс это революция вот он общественный резонанс который вот эти содрогание приводит к огромным движением масс обычный содрогание воздуха приводит массы в движении вот что так что посмотрим вот они то что там статья какая-то от какого-то кренделя вызвала общественный резонанс они поговорили пять минут нет люди должны что-то сделать люди должны чем-то пожертвовать вот что значит резонанс да да ну и вот у нас аудитория наша растет сегодняшней трансляции между не так много нас как обычно но многие не да мы понимаем что многие и заняты воскресенье многие просто не знали о том что будет эфир хотя мы предупреждали тем не менее люди вот только прибывшие они задают вопрос что все таки с голосованием мы еще раз повторим просто уже говорили вначале но для тех кто вновь прибывших что действительно сейчас голосование на сайте остановлено на сайте парнаса мы в принципе пока знаем ровно столько же сколько знаете и вы что произошла утечка данных и в общем то мы ждем новостей в любом случае в общем то как только новости будут появляться мы сразу будем их оглашать да вот меня спрашивали и уже несколько раз чтобы я дал раскладку кто нас и где смотрят для людей это очень важно чтобы ну кто-то может быть хочет провести какие-то исследования но мы не будем по всем странам я прошу прощения потому что я знаю что в новой зеландии там в австралии так далее нам просто очень много да да там просто много стран поэтому вот одну страничку первый лист который у нас есть вот в качестве скрина я его взял и я прочитаю но начнем конечно россии россия у нас уникальных пользователей 1 миллион 107 вот их дал 200 ты ошибся 107 тысяч 280 то есть это 54 процента от всех с наших зрителей это зрителей из-за россии вот с украины у нас 568 760 это это на какой день валер на вчерашний вот этот данный ну да но вчерашний 568 760 то есть 28 процентов от всех когда говорят что восток с украины смотрят а тогда соединенные штаты как это ни странно при достаточно маленьком количестве русскоязычных смотрят 50 тысяч четыреста тридцать один человек что являет ну процент нибудь два с половиной процента беларусь 39 700 98 процентном отношении беларусь лидер как это не парадоксально лидер беларусь представляешь процентном отношении ну вот ну вообще конечно вот сейчас еще назовем лидеров германия тридцать восемь тысяч восемьдесят два человека неизвестный регион на следующее место держит от 35 608 те которые 35 608 я так понимаю через торы различные заходят наказали до который неизвестно казахстан 33 тысячи двести восемьдесят восемь латвия 18 тысяч три сорок шесть и вот совершенно неожиданность литва 17 тысяч шестьсот шестьдесят латвия 18 тысяч литва 17 660 но в латвии половина людей говорят на русском языке как на родном да а в литве 5 процентов представляете какая разница вот то есть ли литва бесспорный лидер тоже если взять количество русскоязычного населения в литве так израиль мы говорим 12406 тоже причем среди возрастных групп самая ну так сказать пожилая возрастная группа в израиле лидирует у нас великобритания 9265 канада 8401 италия 7200 молдова 6744 франция 6421 эстония 5323 то есть по эстонии получается видишь немножко поменьше там больше половины русскоязычного населения в эстонии ну в принципе был с точки зрения вот процентов тот же процент что и в россии получается то есть один в один в эстонии если взять русскоязычных всех в испании 5602 больше 5257 и так далее то есть ну достаточно большое количество у нас получается под 2 миллиона уникальных значит этих уникальных людей но и вот человек пишет количество просмотров не больше ста тысяч осмотрят миллионы ну во-первых у нас количество просмотров существенно больше ста тысяч и миром у многих видео это не что-то уникальное если за 100 тысяч перевалило 150 есть и 130 100 но человек этим хочет сказать что я вот это придумал я в том числе только что читали эту аналитика с ютуба которую мне прислали его сами валера его скачал я скажите что за месяц ну да так что там дальше у нас сейчас убежал зачем зачем там на кого-то обижаться ну масс масса народ который я тоже когда увидел цифры под 2 миллиона я честно говоря опешил потому что ну да мы знаем что около ста тысяч просмотров в день у нас но чуть больше ста тысяч просмотров в день люди подсчитывали на других каналах на зеркалах то есть там за 300 получалось я не помню 380 давали какую цифру за что купил зато и продаю то есть я я сам точно считал и и считать не буду вот но я так понимаю не считали за день 380 тысяч просмотров да конечно за день 380 тысяч просмотров и причем надо еще сказать то что мы не сказали вот что по россии средние это вот на если миллионы разбросать этот миллион там я уже закрыл что чем то получается почти 34 минуты среднее время просмотра это очень много то есть это ну нужно понимать что один смотрит полтора часа а другой только ткнул посмотрел и ушел а в среднем средняя температура по больнице 34 почти 33 там с чем-то минуты так ну давайте по вопросам а можно вопрос обещали отвечать а вот пишут вот excel пишет что похоже вход пошли фейковые бросы просли в данных кто-нибудь может проверить так тоже сейчас проверить все это потом мы все это увидим узнаем там в общем сейчас сейчас пока нужно ну расслабиться и ожидать потому что ну чё-чё сейчас крыльями махать все равно никакого так сказать от этого толкового результата не будет от того сейчас могут начнем там смотреть здесь там что-то искать ну будем надеяться что наш товарищ по парнасу все сделают правильно и что вся вот эта вот ерунда которая с обвалом сайта произошла она в общем-то до еще конца нашего вещания она в общем-то как-то разрешится то есть можно будет голосовать и дальше потому что масса народу не проголосовал бедоносец на iphone поехал греции будет беда но это безусловно тут вообще однозначно но вот еще наш товарищ хорошо хорошо заметили и нам прислали что вот алекс беленке написал любопытный факт янукович влез на византийский трон на через полтора года еле ноги унес через полтора года ноябрь семнадцатого и вот фотографию которую на твиттер закинут византийский трон ну да в общем то не 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 тому не другому византийский трон не может подойти это все-таки трон византийских императоров и на него право имеет только их потомки а у нас кто потомки византийский император те кто так сказать корни свои от софи палеолог имеют да так что от бабушки ивана грозного вот они наверное имеет право я знаю несколько таких человек интересная новость была в санкт-петербурге сегодня утром пришлось эвакуировать персонал торгового центра мега парнас на проспекте энгельса это случилось здесь 55 за пять минут до начала работы комплекса но и тут информационная волна дает вот тут то что то что связано как-то в информационном мире я не знаю как это работает но это работает вот начинаются какие-то наезды на парнас и в результате в каком-то мега парнасе что то то есть связанные с названием вещи они выстреливают люди которые знакомы с интернетом но почему-то игнорируют какой-то материальный мир да они говорят да это просто вот так поисковик работает то есть ты там набираешь парнас но и все парнасы там выскакивает а наверняка в этот день с каким-то количеством парнасов по всему миру очень да случилось да и поэтому вот получается такая картина вовсе нет если вы посмотрите другие дни то оказывается что нет там никаких парнасов да там чистый лист а потом сразу много и так далее вот мы видели что византии зло не знаю тогда тогда османская империя добро как это как это византии зло османская империя добро что значит византии зло византии уже нет не существует 600 лет с лишним там сколько 700 я уж потерялся во времени вы хоть поняли что он потом у грозного почему грозного почему грозного я как раз все понимаю о чем говорю голубчик вовсе не грозного а старшего брата его мы о чем говорим понимаем обрисуйте пожалуйста двух словах как будто разворачиваться события в беларуси как после 5 11 17 но и во время ну как они 5 11 конечно белоруссию сработает очень сильно безусловно то есть те события которые начнут происходить в россии они не могут не отразиться на белоруссии и здесь все будет зависеть от лукашенко если но принимает 5 11 17 года у него может все сложиться очень неплохо если он принимает это в штыки ну сама информа сметет его просто поверьте потому что белоруссия но очень маленькая и как вот она фактически является у россии каким подбрюшкин да то есть если в россии начнутся такие серьезные события то они начнутся безусловно в части задает веществов что будет частной охраной после 5 11 17 а ничего не будет частная охрана черного бой будет частная охрана ради бога другое дело что так тот вариант который сейчас есть вот слишком заорганизован из целой кучей лицензий мы стоим за необходимость наличие оружия большого количества граждан по крайней мере у всех тех кто хочет при этом это же оружие можно будет использовать и при охране то есть нет необходимости человеку получать какие-то дополнительные лицензии что-то и так далее тем более я думаю будет создана и не думаю я уверен будет создана реальная национальная гвардия как в других странах мира и огромное количество вопрос связанных с охраной особенно в муниципалитетах ляжет на национальную гвардию то есть это будет очень серьезный конкурент для частных охранных структур и придется уже так сказать сильно ужиматься насчет там охраны каких-то объектов то есть и придется искать какие-то серьезные конкурентные пути по охране конкретных лиц по охране каких-то серьезных вещей по использованию технических средств почему потому что оружие и бойцы национальной гвардии в любом муниципалитете их будет навалом сколько угодно поэтому что тут греха таить придется как включить мозг как работать дальше я работал в частной охране знаю что это очень хорошо если люди хотят работать приходится вкалывать не спать и контролирует все зависит от руководства если серьезное руководство значит все будет серьезно власти руководств хочет что какой-то сторож там что-то сидела охраняла они за деньги получали ну пошел он на вот так мы думаем будут ли восстанавливаться заводы и фабрики естественно естественный ход вещей во первых в том виде конечно которым они были их не будет заводов и фабрик там фабрик потому что время время другое какие-то более роботизированные системы конечно то есть мы дадим огромное преимущество тем кто захочет этим делом заниматься вячеслав не допускайся ли вы мысли о том что 5 11 17 они дадут приказ открыть огонь на поражение уже и законы для этого приняли и еще понапридумывать за два года к тому же на еще и нацгвардию создали для этих целей по гвардии я поняла вы не допускаете что те солдаты которые получат приказ стрелять будут стрелять в тех кто отдаст этот приказ я как раз в этом абсолютно уверен то есть если мы достаточный резонанс создадим и достаточную волну то любой беззаконный приказ будет караться сразу же на месте притекаться теми кому этот приказ будет тот я в этом вообще не сомневаюсь потому что у всех людей есть мозг и упасть и у всех людей есть интернет и так далее если мы все вместе договоримся нас просто как как обойтись без крови ну чем больше нас будет тем меньше будет крови если мы все будем хотеть изменить этот мир вот к пятому одиннадцатому окажется что таких людей значительное большинство ну я имею ввиду среди пассионарий да но пассионарий почти все с нами и все больше ничего не нужно спасибо за ответ я хотел это услышать пожалуйста ну вы честно скажу я говорю не то что хотят люди услышать я хочу услышать я хочу я говорю то что в общем-то во что верю я никогда если я во что-то не верю я никогда про это не скажу такой вопрос в чем божественный смысл последних 25 лет для россии по вашему мнению божественный смысл ну как и всегда какой-то являть пример наверное ужасный мы же это уже слышали да у чадаева да кто кто написал что россии дано чтобы являть мир какой-то ужасный пример но может быть а на самом деле вот эдик рассматривает все эти вещи для необходимые для того чтобы получать опыт который в дальнейшем приведет к ну построению чего-то более лучшего то есть европа один опыт имеет там америка другой опыт мы имеем 3 тут можно поспорить чей опыт лучше там чем хуже но он для будущего человечества необходим весь этот опыт весь без исключения вот там пишут что человек пишет у у меня плохая кровь ну в случае человек про себя это говорит и есть и он имеет ввиду что ну я так понимаю о чем он говорит говорит ну а привет когда там знать сейчас мы говорили про днк дают тот вопрос который корове самый ах королева да там самые сложные вопросы в этом мире это вопросы крови да никто не знает у кого плохая у кого хорошая в том смысле что бывают ошибочки то вот самые сложные вопросы крови сейчас есть днк анализ поэтому я думаю что мы скоро очень много чудесных превращений увидим очень много мы говорили о том что происходит некие события с точки зрения мистической так сказать очень важные то есть какие-то обретения там меч меча святослава ну там для русских людей очень важные события обретение пояса князя витаутаса такие они сейчас надо обрести наверное еще на на возможных носителей всего этого и все и будет все очень нормально почему путин строят стадион и устраивает помпезные мероприятия вместо того чтобы дать нашим нищим пенсионерам пенсии а также направить деньги в экономику а зачем лучше но это же это классический вариант представляете если люди будут сыты если у людей все будет нормально они же начнут думать о политике еще о чем то что правильно и что неправильно как ганди говорил для голодного бог от еда махандас карамчанч он человек умненький был вот путин не с кем поговорить ему поставил как ганди умер ну поговорить я думаю мы дадим возможность ганди пообщаться не вопрос вот так вот они хотят чтобы люди заедут все делали и сплясали там и спели и проголосовать сходили поэтому любая денежка любой рубль это грубо говоря патрон зачем им давать эти патроны нам они хотят иметь сами эти патроны они хотят чтобы эти патроны были в их обоими они в нашей а мы что были голые и числа передать привет зеленогорску передаю привет зеленогорску химтрейлы на самом деле существует я склонен считать что до убедился в этом 9 мая когда весь народ был на улице но какой смысл распылять на деревне над крупным городом эффект был бы больше до ближайшего крупного города свердловска 200 километров не знаю с этим химтрейл я не могу не отрицать не подтверждать когда самолет летит в определенной зоне там в зоне вот этой инверсии я понимаю что это инверсивный след я знаю что самолет разведчик высылался всегда но это еще в то время когда там бомбили но в смысле самолет разведчик всегда разведчик погоды высылаются вот у даже сейчас летает самолетом какой-то истребительный полк у него полета он поднимает первым взлетает разведчик он разведывает погоду хотя все есть доплеровские радары все а раньше для чего какая цель была вот ну начиная наверное с времен бомбежек берлина там союзниками чтобы вот этот коридор вот этот инверсивный рассчитать то есть со скольки тысяч метров и до скольки вот этот след инверсивный будет чему это необходимо потому что бомбардировщики в то время не могли летать очень высоко ну там они максимум 10 километров набирали плюс еще только в 1 b29 наверное у которого была герметичная кабина всех остальных все было открыто и поэтому ну там на десятку подняться можно с кислородной маской да но потом чё там делать давление очень низкой пилот летит как он описан у этого сент-экзюперии до пилот бомбардировщик который летит такой и не пойми где во сне у там или наяву немцы первите наживали специально чтобы как-то там нормально себя чувствовать на больших высотах а и связано это был с тем что чтобы самолет прошел и не оставил следа но представляете идет армада в 18 до там и и за ними такие полосы белые все небо в белых полосах там повошник даже если он слепой то он их увидит поэтому конечно то есть такие следы то не объективно были всегда ну не знаю я не могу спорить конспирологическая версия того что там кто-то что-то распыляет она имеет право на жизнь потому что иногда люди так себя ведут что думают были иначе что же им дали дали понюхать всем что они сошли с ума сразу и все вместе у нас тут вот как вас часто спрашивать видели львы нло мы можем сказать что мы пережили распыление помните 2009 что ли году было или в 2-м был фейк причем всегородского масштаба если наверно не всероссийского был фейк о том что распыляют какое-то химвещество самолета против какого-то свиного что ли тогда он был или куриный гриб как он там против чумы и тогда вообще говорят что это чума но может быть чумы и на самом деле так как у меня друзья врачи несколько человек умерли странной смертью причем 8 больницы вообще там произошел скандал там умерла женщина родственникам это очень не понравилось они там в общем ну естественно то есть ее привезли с большой температурой она фактически сгорела там прям что не выходя из приемного покоя и тогда несколько было случаев таких гибели от высокой температуры просто люди сгорали и те кто в морге проводили вскрытие говорили что в общем не очень хорошо они выглядят и изнутри эти люди вот и в связи с этим наверное родилась такая идея но я так понимаю что это была работа спецслужб посмотреть как 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 людей загнать в стойло было сообщено что будут проводить какие-то эти самолета распылять какие-то вещества с точки с целью дезинфекции то есть авиадезинфекция и все мы говорили об этом все люди разбежались и тогдашний губернатор ипатов один ходил по проспекту я это описал в статье ипатов и пустота если хотите а очень смешная там и путин нарисован в этом маски противочумный такой среди средних веков того же очень неплохая мне самого нравится она вот наверное за последние годы такая самая удачный самый удачный информационный взброс потому что я на тот момент не помню наверное ни одного человека саратове который так или иначе не слышал сверил не верил это другой разговор но что слышали абсолютно все и некоторые люди там чуть ли не досками окна забивали потому что боялись что там какие-то баллоны у них влетят в окна которые будут сбрасывать самолетов ребят тут майки сделали на них был нарисован такой самолет по детски смешно и было написано я пережил дезинфекция очень смешно люди креативные такой придумывают голосование отменено пишут ну пока не знаю отменено не голосование вот это при и прикрыли ну не просто ну вот давайте без откровенно я не знаю вот меня очень часто обвиняют там какой-то этом в эгоцентризме там фоноберии так далее но вот если рассматривать с точки зрения вот абстрагируется я не мальцев вообще я левый какой-то человек политолог какой-то которому дали ручку бумажку компьютер и сказали вот там напиши какие будут результаты в праймерис фарнасе я бы за неделю уже все написал за неделю до голосования уже я сказал да вот вот такие кандидаты вот так ну понятно если мальцев идет подготовку которую уникальных пользователей только в россии да там один миллион сто с чем тут все ясно то чё говорить спрашивают как вы думаете ближе к 5 11 17 будет ли дополнительные ограничить ограничительные меры со стороны власти в отношении того или иного оружия в частности охотничьего конечно во первых сейчас наверняка придумают дополнение всякие по изъятию этих разрешений то есть дам за какие-то нарушения там полтора раза неправильно дорогу перешел у тебя ружье забирают и так далее то есть вы понимаете сейчас у них главная задача вот когда они передали эти полномочия национальной гвардии не сделать какую-то работу а показать и вове какие-то проценты вот этот там золотов он там я не знаю кто там не золото он должен же прийти искать вов ты видишь вот они ничего не делали а я он что сделал что он может сделать он же не может раздать у скажет вов ты видишь какой я молодец я вот сколько стволов раздал нет это работает не так поощряется только запретительные какие-то дела придет скажет вот видишь сколько мы оружие изъяли а для того чтобы это сделать в общем необходимо менять законодательство как-то дополнять его какими-то запретительными делами то есть все что возможно отнятия будут отнимать в том числе и травматику и так да честно говорят мне задают вопрос по травматике я травматику и сам все отнял пятого одиннадцатого этого чего будет пятого одиннадцатого пусть 5 11 смысл нет разрешать травматическое оружие почему порог очень низкие применения но хочет иметь оружие пусть у тебя будет реальный пистолет готов ты взять на себя то что ты применишь оружие да человек стреляет из резиновой пулей в расчете на то что он попугает пугает так что убивает хорошо 1 года не вот и и зачем нам это нужно ну зачем нам эти трупы инвалиды и так далее если если ты как бы уверен том что против тебя совершаются агрессивные действия которые ты иначе остановить не можешь как применением оружия значит применять если ты считаешь что это законно все правильно нет вопрос но мы же понимаем что масса вещей я пол жизни даже большую часть жизни носил оружие и очень часто у меня стыреть было на право на шею пистолет макарова 0001 как у ленина портбеле он лежит то есть можно как-то сдать в музей в музей революции сдали вот и ну и как было ну да в общем-то я такой товарищ горячий и неоднократно бывали возникали трение с какими-то хулиганами что я делал я брал снимал пистолет закрывал в бардачке машины и шел бить морду кулака я давал или сам получал меня никогда против хулиганов таких вот там уличный каких-то барбос зачем это нужно ну смысл какой-нибудь достать пистолет и перестрелять там каких-то пацанов да а сейчас я вообще даже и и по возрасту даже дети мои могут поэтому я не знаю но здесь мне кажется вот этот вопрос который стоит стоило бы рассмотреть при участии всего населения готов население чтобы был потому что раз возникнет вопрос вот огромное количество на руках этих травматов куда их девать то есть люди чуть сдавать должны сдавать то значит это возмездно должно быть ну хотя честно говоря мы готовы были травматы на реальное оружие поменять один к одному никаких проблем это изъять как он эти машины за старую новую выдают да на те новый пистолет ходи пожалуйста какие вопросы могу ли я при новом режиме не терять год в армии а заниматься созданием рабочих мест и развитием своей компании так как при вас вячеслав экономика будет быстро расти у людей появятся деньги на новые квартиры дома я их хочу строить да не вопрос я думаю что с точки зрения всеобщей воинской обязанности мы конечно я я за всеобщей воинской обязанности безусловно за но я не думаю что это точка зрения пройдет если честно то есть население скорее всего будет против поэтому будем мы как-то находить компромисс чтобы у нас и службу не страдала и основная масса населения была подготовлена ну и я думаю что строительство это одна из альтернатив вот у нас потому что альтернативную службу считают там где-то там в морге бегать да там хотя и я сложности в бегании в морге не вижу да почему думаю что это очень такая трудная работа ну трон крохин у нас там много лет в морге трудился вместе с знаменитой покойной ниной пихаловной очень веселой старушкой не напрягались дали там в каких-то больницах и так далее то есть вот вот это значит должно быть альтернативной службой но не правда альтернативная служба как раз и должна быть та которая заменяет армейскую службу да это прежде все санитарная служба это строительная служба это железнодорожная служба это речная там или морская и так далее ну то есть то что реально там торговый флот он заменяет военных служб конечно заменять вот случись война нужен торговый флот именно военизированный нужен железная дорога нужно вынести нужно транспортная авиация которая гражданская ну я имею ввиду мобилизацию мобилизуется в военное время гражданская авиация она нужно нужно она становится сразу военные те люди которые там служат они это конечно альтернативные службы там метро я не знаю куча всего что является на самом деле альтернативной службы почему эти мозг не включайте они понимают ли мне загадка я вообще всегда удивлял хочу же они хочу не не думать вот же но уже не хотят люди в армии службы ну иди в метро работой ради бог иди строй чего-нибудь тоже и так далее вот как бы нарезать этих кусков которые являются альтернативной службы и все и у нас проблем то меньше почему вы считаете путина угрозой мира номер один ким чен ин трясет ядерными яйцами гораздо круче круче он трясет ну ведь яйца у него маленькие такие представляешь что с точки зрения конечно мудозлоны они оба нормальные да но вот звенят у путина они как-то посильнее потому что они такие старые еще советские яйца понимаете их делала великая держава у ким чен инна ну чё ну ну может он я бы самый худший вариант он поставит ракету на пароход там до подплывет к америке и стрельнет со расстояния 200 километров но если американцы прошляпит очень там бабах что может бабахнуть но термоядерная бомба навряд ли у нее нет ракет который может ее принести да и термоядерной бомбы то нет потому что ну рассказка про то что взорвали 5 килотонн под землей и это есть термоядерная бомба чтобы термоядерная бомба дала 5 килотонн это должна быть система или советская или американская то есть это должно должно быть изделие вот это 61 свободно падающая американская бомба где куча всяких этих рычажков там и так далее количество газа там регулируемое и вот ты открыл на полную она бабах нула у тебя там 150 или сколько там 400 килотонн даешь не помню сколько 150 завернул от фигню она у тебя бабах нула 5 килотонн 5 килотонн гораздо сложнее то есть меньше и меньшую силу мощь мощность взрыва дать чем большую при термоядерным оружием гораздо сложнее то есть это надо постараться а изделие то такое которое в состоянии сделать кимчен и новская промышленность она будет я говорю с трехэтажный дом и будет очень мощным потому что они не смогут сделать маломощный то есть результат они в ракету это никак не всуну то что могут сунуть это атомную бомбу да ну прилетит атомная бомба на гудзон но плохо конечно там допустим не будет нью-йорка ну сразу потом не будет северной кореи просто из пепеля все на этом закончится то есть минус один город там ну грубо говоря там миллион и полтора человек нет понятно почему потому что то есть погибнут ближайший ну ну навряд ли кимчен и на это пойдет там что он тоже умеет считать он просчитывает что после того как он такой теракт совершит его просто испепелят все там не будет и другой вариант волк путин который если не дай бог нажмет и нам говорят а вот часть военных не отреагирует а тут во первых достаточно чтобы хоть один отреагировал и ракет полетел там в америку потому что там то отреагирует точно на лава возвернут нам мини тминами и самое главное не это самое главное что про систему периметр внятно ничего нам никто не рассказал то есть ее опять запустили но что в том виде в котором она прям коммунистах работала она не работает это абсолютно точно так вот какая же система периметр работает сейчас то есть то что называлась мертвой рукой у американцев ну классификации над система была разработана для того чтобы случай гибели всего личного состава всех российских там ракетных соединений подразделений там я не знаю вот чтобы команда на пуск была дана автоматически так вот сейчас какая система периметр я не знаю предположение что такая что путин нажимают кнопку грубо говоря в своем чемодане все остальное происходит автоматически вот через вот эту систему периметр и точно опасно когда людей вообще исключают из работы как нежелательный фактор чтобы не было человечества фактор то есть один человек может уничтожить творение поэтому это очень опасно какие реформы будут проделаны структуре мвд кардинальные вообще структуры в этой будет изменена мы же говорим что местная милиция руководство местной милиции должно избираться на местах это однозначно на один срок безусловно ну и так далее то есть те сейчас какие-то монстры которые образовались в виде там какой-то криминальной милиции который там сверху и донизу как-то их нужно стабилизировать потому что какие-то нестабильные эти монстры в каком виде то ли мы создадим какой-то аналог федерального бюро расследований но очень хотелось бы чтобы контроль за оперативными службами был полный неусыпный и в общем чтобы население могло принимать вот в самое активное участие я говорю ну все упирается изначально в местную милицию потому что нужно сделать ее народной реально народной милиции на местах чтобы не лишь ковали чтобы я уж не говорю там про какие-то злоупотребления взятки там у избиения людей так далее нет ну один из путей это открытость тот который пошел саакашвили то есть повесим камеры пусть все видят что происходит в райотделах так далее что там никого не избивали что там не был пыточных камер то тогда вот начнут у нас основная масса вопросов нам а связано с будущим как я и предполагал сережда вот будет ли иллюстрации право хранить горка воды конечно безусловно иллюстрации везде будет это это однозначно без иллюстрации мы ничего сделать не сможем нам завтра будут вставлять те же самые ребят палки в колеса вся вот эта вот так сказать есть мнение что даже если вы победите в праймерис вас не допустят до дебатов ибо вы же настоящий оппозиционер они липовые как всякие жириновские зюганы вы что скажете посмотрим это тоже я говорю мы сделали ход сейчас их ответ они какой-то ответ сделают они сейчас сами не знают поверьте сейчас сами не знают какой ответ это решение будет принимать вячеслав викторович причем не единолично будет это решение принимать потому что он наверняка будет консультироваться с людьми что делать так как они знают очень хорошо мальцева они могут спрогнозировать определенные мои следующие шаги они будут уже расчет исходить из того какой будет ответ на их ход и поэтому я не буду сейчас прогнозировать поскольку я знаю что они информацию эту будут анализировать вот от передачи будут анализировать чтобы доложить вячеславу там и так далее и поэтому я в принципе знаю как что скажет вячеслав ну как я думаю потому что он всегда так делает пусть он он пол поступит стандартно в неприятных ситуациях в непонятных в непонятных ситуациях он привык поступать стандартно это его стиль он любит рисковать на фига он поступит стандартно так что посмотрим на 1 на просто понимать что для вячеслава стандартное поведение что делает он при своем стандартном поведении посмотрим все таки давайте еще пару слов по праймерис скажем два вопроса который постоянно сейчас саражирует первый вопрос это что праймерис отменили все решено все мальцева сбросили с корабля надо понимать что праймерис просто так отменить не могут потому что у них есть еще сколько там четыре места до которым нужно так или иначе определить то есть сейчас вот как представляете тех кто пишет что праймерис менили то есть они сейчас просто скажет что праймерис от весь список но да то есть а так как как на каком основании тогда будет формироваться список у году да поэтому то что просто праймерис отменит и каких-то людей поставит скажет но ниш могли мы до есть надо будет совсем конечно смешно такого я думаю даже с самого пессимистичного роись мы не рассматриваем. Вот, это первый вопрос. Второй вопрос, это то, что все, ФСБ, Анунаки получили наши данные, я уже тут, в общем, забаррикадировал дверь, все, за мной выехали. Но надо понимать, господа, что, во-первых, ваши данные получили не паспортные, то есть там нет никаких... Вы сами же регистрировались, сами знаете, что там нет ни адресов, ни каких-то конкретных информаций. Да, есть номера телефонов, но, во-первых, эта информация уже с сайта удалена, то есть в открытом доступе ее уже нету. И номера телефонов, ну, я думаю, что это не самое страшное, я могу сказать так, что те, кто всякие Анунаки и ФСБ, которых вы очень боитесь, некоторая категория наших зрителей, да, меньшая категория, боятся, они и без этого уже знали и ваши номера телефонов, и ваши контактные данные, и так далее. Это, я думаю, все прекрасно понимают. А, в общем-то, те, кто этим не интересовался, они сейчас этим не интересуются, и ваши номера телефонов попросту никому не нужны. Не, и еще ситуация какая-то. Там накачка информации идет максимальная у ФСБшников. Анализ нулевой. Никто не анализирует информацию, на это очень много времени нужно потратить. Единственное, какой анализ проводится для того, чтобы бумажки написать Путину, ну, и там, и всем остальным, как, что-то. А для того, чтобы их еженедельно писать, для этого много людей не надо, и много, на самом деле, анализировать не нужно. Очень часто это чистые фантазии. Поэтому я не думаю, что они оторвутся от основного своего занятия зарабатывания денег и бросятся вас ловить. На это, кого им нужны. Они деньги собирают. Они лучше вас понимают, что будет 5-11-17-го года. Гораздо лучше нас, даже лучше меня. Они это спинным мозгом чувствуют. Это как вот, там, я не знаю, карманника. В трамвае сразу чувствуют, когда пришли оперативники его брать, все, он уже понимает, все, я попался. Такая они. Ну, они уж под шумок, там, надо что-то еще заработать. Я житель Дальнего Востока. В одном из видео вы сказали, что после 5-11-17-го некоторые из островов будут отданы Японии. Если же это произойдет, то огромное количество биоресурсов мы потеряем. Нет, мы не говорили, что несколько островов. Мы сказали, что тогда было сказано из контекста, вот если не вырывать, я говорил, что как бы нам не пришлось, как бы нам не пришлось Курилу, вообще, несколько островов Курильских отдать Японии, чтобы заключить военный договор против Китая. Вот такой вот вариант. И причем я могу сказать, что если будет очень серьезная ситуация, то мы вполне можем на это пойти, исходя из того, что мы гораздо больше потеряем, если не заключим военный договор с Японией против Китая, мы можем потерять всю Сибирь и Дальний Восток, и очень легко. Поэтому мы можем просто ввергнуться в войну, которой бы не хотелось, очень не хотелось бы воевать с Китаем. Вы же сами понимаете, что это очень мощный на сегодняшний день противник, и когда говорят, что там вот Россия обладает каким-то невероятным ядерным оружием, а у Китая там фигня. И на самом деле там точнее фигня. Это не Северная Корея, это сейчас реальный противник. И ракеты Китая долетают уже до всей территории. Раньше до Калининградской области не долетали, потому что к средней дальности были ракеты. А сейчас все, везде долетают, так что все в порядке. Поэтому с островами я не думаю, что это очень-очень важный и серьезный вопрос. Сядем с японцами за стол, переговоры, будем обсуждать вопрос. Но вот тот вариант, который Путин затеял, то есть отдать что-то там, я так понимаю, разрешить японцам там все, что угодно строить, чтобы они ездили туда со своими паспортами и без всяких виз и так далее. Ну, я не думаю, что для нас это хороший вариант. А насчет биоресурсов, мы видим сейчас, что, ну, допустим, по рыбе. Ну, коммунисты добывали 7 миллионов тонн рыбы. Эти добывают 1 миллион тонн. 70% отправляют на экспорт, потому что это хорошая рыба. Это вот наши биоресурсы. Они их отправляют туда, взамен покупают всякое говно с Меконга и с каких-то ферм там в Вьетнаме, в Китае и так далее, где рыбу выращивают в садках каких-то, кормят антибиотиками. Мы это едим, вот это говно. А то, что нормально, то, что можно есть, все продают. Поэтому тут насчет биоресурсов, в общем-то, как-то несколько под другим углом зрения надо рассматривать. Не объясните, пожалуйста, как при сохранении рыночной или банковской экономики в стране вы собираетесь добиться всего общего равенства, свободы и братства. Невозможно параллельное существование в одном государстве капитализма и социализма. А капитализм – это воровская общественно-экономическая система. Исключением может быть лишь частная собственность в руках крестьян. Не более 30%, да и то под полным контролем государства. – Ой, ужасно. Когда говорят про полный контроль государства, это такой ужас. Государство должно находиться под полным контролем народа. Мы не собираемся запрещать частный бизнес. Какой стать? Наоборот, мы его всячески будем продвигать. Банковская деятельность, да пусть она будет, если она не будет ростовщической. Ростовщическую деятельность мы запретим, конечно, и не будет вообще никакого ростовщичества. А банковскую деятельность, если они смогут конкурировать с, так сказать, общественной государственной системой, ну ради бог пусть конкурируют. Только я думаю, что они навряд ли смогут конкурировать. Но они же хотят полуизвлекать прибыль, да. А если здесь будут даваться кредиты беспроцентные страны, государства, ну как они полуизвлекут прибыль, да, ну приходит человек, дает какой-то план там реализации, там, ну сельхозпроизводство, ему на это дали деньги, да. Ну он никаких процентов не должен вернуть. Более того, мы будем смотреть, если будут нормальные, быстрые, более быстрые результаты, чем описаны у него, то значит это еще будет минус. То есть мы будем еще минусовать, поскольку он, в общем-то, увеличил обороты и таким образом всем дал возможность, ну увеличил количество ВВП здесь, в данном конкретном месте, которое называется Россия, да. И я говорю, и в общем-то усилил движение, да, как Сатур-Арепу, Тинет-Опера-Ротас, да, то есть усилил движение, сообщил движение этой колесницы, так это, которую мы называем нашей общей телегой государственной такой вот. И мы заинтересованы, что таких было как можно больше. Ну вот частный банк, он же заинтересован получить прибыль, значит он заинтересован дать ему под какие-то серьезные там, ну или несерьезные проценты. А как он сможет это сделать, как он с нами будет конкурировать? Никак. Поэтому большую часть банка, кстати, сам Путин сейчас закроет. И они потом даже не откроются, потому что они не смогут работать. Банковская деятельность, она вот теряет всю свою прелесть, если она прекращает быть ростовщической. Это становится такая рутинная работа по перемещению денег. Кому это интересно? Что будет после революции с СНГ? Гружить будем с СНГ. И пробовать решить проблемы всяческие, которые возникли. Как раз по этому поводу вопрос. Как вы относитесь к Невзорову? Хорошо отношусь к Невзорову. Просили эфир с ним, с удовольствием. Вот кто-то поговорить с Невзоровым. Я знаю, что его знакомые друзья нас смотрят. Поговорите, я с удовольствием совместный эфир проведу. Государство зло. Вообще с вами даже абсолютно согласен. Абсолютно согласен. И задача, наша задача, как можно меньше, чтобы наш человек общался с государством. То есть, что такое народная демократия и что такое народная свобода? Вот мне говорят, как ты воспринимаешь свободу? Что такое свобода? Ну, в узком смысле это власть над собой. В широком смысле моя свобода и свобода таких, как я, как можно меньше общаться с государством. Ну, все, чтобы... Вот если тебе оно надо, это государство, тогда ты пошел и общаешься. А если оно тебе не нужно, то оно на порог к тебе не приходит. Если ты не совершаешь преступлений, если ты ведешь нормальный образ жизни, не антиобщественный. Если ты начинаешь вести антиобщественный образ жизни, то к тебе прежде всего приходят муниципалы. То есть, муниципальная милиция, там какие-то там, та же самая, национальная гвардия, муниципальные вот эти все системы. Приходят, стучат, говорит, слышь, ну кончай бухать музыку, ну убавь немножко. Но опять же, это не государство, это соседи твои, это вот те, кто рядом с тобой живет. Это вот они в начале к тебе приходят. А уж с государством это же совсем. Вот надо убить кого-нибудь, чтобы тебе кандалы надели, посадили в тюрьму. Тогда да. Это вот до общения с государством. Ну и таких общений, если человек законопослушный, вообще у него не должно быть. Нафиг оно ему нужно, это государство. Вячеслав, хотелось бы узнать у вас в связи с последними событиями в Казахстане, когда вы свергнете Путина, поддержите ли вы свержение Назарбаева? И второй вопрос сразу. После реабилитации наших стран будет ли новая Россия, продолжать сотрудничать с новым Казахстаном? Или наш лидер нации, или если наш лидер нации все еще будет править, то со старым? Да не думаю я, что он будет править. У меня такое ощущение, что это все случится до 5-го, 11-го, 17-го. Там прямо назревает что-то очень серьезное, я смотрю, и мы говорили про это. Поэтому класс, говорит, соседи, да. Но когда я имею в виду соседей, я имею в виду муниципальную систему, все-таки соседи. Вот у меня весь Саратов соседи, вы же понимаете. С Казахстаном, конечно, дружить будет, безусловно. И с любым лидером, который там будет, будем стараться построить нормальные отношения. Другое дело, что очень все сложно. Очень там сейчас сложно. В общем-то, ожидание неприятностей, потому что сама система, страна сама не монолитна. Более того, она... Некоторые части антагоничны друг другу. Вот как это все удержится вместе, я даже не представляю. Тем более, там, я говорю, когда все начнется, то будет интересно, в общем-то, и китайцам там какие-то свои вопросы решить. Пока они сейчас отмалчиваются. А тут они, конечно, начнут серьезной политикой заниматься. Возможно ли после 17-го года выход некоторых автономии из состава России? Слава, не отвечай на тривиальные нелепости. На все вопросы надо отвечать, особенно, которые задаются часто. Даже если кому-то они кажутся тривиальными, если кажутся очевидными. Как я разговаривал с одним нашим соратником по скайпу, и он говорит, я не буду задавать вопросы, я и так знаю все ответы на все вопросы, потому что смотрю, у вас там три года, поэтому я знаю все, что вы ответите. Меня интересует вот конкретика, вот-вот и вот. Ну, так же не все некоторые люди вот недавно стали там смотреть, приобщаться. Что ты говоришь, я... Возможно ли после 17-го года выход некоторых автономии из состава России? Спасибо. Теоретически, ну, мы говорили о свободе Кавказа, и это не теоретически, это практически. То есть, у меня вот однозначное мнение, что Кавказ должен быть свободным от России, а Россия от Кавказа. Если имеется в виду там татария, башкирия, то я даже теоретически не представляю, как это сделать. Ну, предположим, там, во-первых, ну, с точки зрения вот национального большинства, там, в общем-то, нет национального большинства, раз. Во-вторых, нет границ ни с кем, кроме как с Россией. Представляешь, даже с Казахстаном нет. Ну, ладно, как-то вот там, как в Саратской области упиралась бы в Казахстан, ну, там, ну, да, можно как-то отрезать. А здесь теоретически как? Вот со всех сторон России, да? Ну, и вопрос такой, который зададут большинство татары, большинство башкир. Я уверен, потому что я и с теми, и с другими очень дружен и в армии вместе служил. И, в общем-то, хорошо знаю эти народы, очень хорошо, очень близко, очень уважительно отношусь к ним. И я понимаю, что если такой вопрос возникнет, то на него ответят они вопросом «нафига?». То есть вот большинство башкир и татар скажут «а нафига?». Ну, потому что сейчас вроде как все ясно, да? То есть есть некая страна, в рамках которой находятся татарьи, башкирии и так далее. То есть являясь частью этой страны. Становиться суверенными, там, самостоятельными. Не знаю. Ну, огромное количество проблем возникает, которых очень трудно решить. Вот я одну только назвал – границей. А границы государства – это очень важная тема. Ну и так далее. Последние данные по Праймерис появляются прямо в эти минуты. Сообщают, что вечером соберется центральная выборочная комиссия для обсуждения итогов и того, признавать ли Праймерис на тот момент, когда произошел взлом или нет. То есть это вот прямо только что появилась информация. А, то есть после этого можно не признавать. То есть есть возможность до этого Праймерис отрезать и начать с чистого листа. Очень смешно. Тут либо признавать все, либо не признавать ничего. Это однозначно. И это тоже вариант хороший – не признавать ничего, ради Бога. Назначайте повторный Праймерис. Повторный? Да. Только с вариантом таким тем, люди, которые уже зарегистрировались на прошлом, чтобы они оставались, пусть регистрируются новые. Но тут возникает какой-то бюрократический вопрос. Я так понимаю, что есть какие-то сроки по этим Праймерис. То есть представьте, если сейчас объявляют переигровку, то это же не завтра переигровка, правильно? Это как минимум нужна неделя на то, чтобы осветить. Ну, неделя. Ну, неделя есть. Есть гораздо больше. Граждане пишут, что сайт, возможно, был взломан до начала голосования, так как данные в базе данных не соответствуют. Вот многие зарегистрировались позже, чем вот та база данных, которая привязана. Ну, не знаю. Я скептически к этому отношусь. Ну, как угодно. Вот. Вячеслав, а вы обижаетесь, когда русских называют финно-уграми? А что обижаться? А финно-угры это что? Какие-то плохие люди, какие-то меньшие люди. Да, есть лучшие люди и меньшие люди. Что обижаться финно-угры? На самом деле мы же понимаем, что с точки зрения рассматриваются нации. Ну, сейчас я говорю, новый вариант – это использовать анализ ДНК. Ну, а вот если подходить по-новому, я не знаю, как это. А если подходить старым путем, то есть при помощи лингвистики, то русский язык – это славянский язык. И, в общем-то, самый большой славянский язык. И ни один лингвист не может оспорить, если только он уж не совсем, да, предвзято относится. Такой вопрос. Мои родители живут на Кавказе и давно являются пенсионерами. Оба русские всю жизнь проработали на предприятиях и заводах сначала СССР, а потом и России. Они ветераны труда. Хотелось бы узнать, что будет вот с такими людьми. Выезжать сейчас оттуда боятся и на это 11-го, 17-го. Боюсь, они могут все потерять и уехать уже вообще возможности не будет. Мы и так ведь не будем. Ну, во-первых, давайте, говорите откровенно, что все люди, которые являются пенсионерами, живут не только там на Кавказе и даже будем считать и дальше от России. Я думаю, что в рамках, значит, того правительства, которое новое будет создано, будет комитет, который будет непосредственно заниматься вот этими перемещенными лицами и так далее. Причем нашими, тем, перед которыми мы имеем обязательства. То есть обязаны платить пенсию и так далее и так далее и решать все их вопросы. В том числе и вопрос по возвращению на родину. В том числе и вопрос по предоставлению жилья. Я думаю, что жилья будет навалом просто и девать будет некуда. Поэтому вот этим мы вынуждены будем заниматься достаточно большой группой. То есть вот структурой в рамках комитета. Государственный комитет должен этим заниматься. Потому что то, чем занимаются сейчас у Путина, смешно. там какие-то, сколько они там, по 200 тысяч рублей, да, на области, там, на разные выделили для того, чтобы туда вернулись соотечественники. Ну, это обхохочется. Что будем делать с детьми, подростками, которые живут с бабушками, потому что родители либо пьют, либо померли. Ими никто не занимается. Они неуправляемые. Ну, таких вещей всегда будет, было и будет много. Такие люди… Ну, как? Давай вот… Такие люди ведь тоже нужны. Не обязательно из этих людей получается какая-то маргинальная часть общества. Мы говорим… Ну, если вы вспомните Геллеровского, Москва и москвичи, помните, там описан мальчик, которого… Нет, я не за это. Если вы подумаете, что… Вот мальчик… Я хочу, чтобы было нормально. Бабушки, по крайней мере, если родители сами устранились, они должны на воспитание этих подростков что-то получать от общества. Какую-то помощь, в том числе материальную. Значит, ну, если они занимаются, ну, ради бога… Вот. Я не за это. Я за то, чтобы были полные семьи. Но мы же реалисты. Этого все равно не будет. То есть, обязательно будут какие-то вещи, вот, выпадающие из контекста. То есть, маргинали какие-то на полях, да. Ну, значит, ко всему мы все равно не приготовимся. Мы должны как-то в общем понимать, то есть, как действовать. А ко всему не приготовимся. Я говорю вот из Москвы, из москвичей. Вспоминаю, как младенца… Ну, он не младенец, он уже несколько лет был. А он был маленький, недокормленный, и его брали за денежку, чтобы можно было сидеть с младенцем, там его на руках качать. И за это подавали больше. Ну, и его как-то… ему пальчики отморозили. Он остался без пальцев на руке. И там описывал Геллеровского. Погуглить, а то я не могу путаться. Там что-то кто-то ему что-то сказал, что там что-то… Старухи этой, что что-то не так. А младенец тут его так послал матом, что он охренел. А потом Геллеровский вдруг… Ну, прошли годы, и он увидел, заходит его в кожаном пальто, штурман такой с Северного флота откуда-то, такой весь из себя, такой герой Арктики. И вдруг он увидел, что у него пальчиков нет. Ну, в смысле, пальцев уже. И понял, что это тот как раз ребенок, который там на хитровом рынке изображал из себя младенца. Так что всякие вещи в жизни бывают. Есть… Ну, жизнь многообразна, к сожалению. И мы не сделаем… Если вот кто-то думает, произойдет 5-го, 11-го, жизнь сразу станет идеальной. Ну, не будет жизни идеальной. Люди не идеальны. Но нужно стремиться, что уж совсем адской жизни не было здесь. Так, вот здесь какие-то еще вопросы. Ты читаешь их, да, вот эти вот, которые… Да. Ага. Не в чате, которые еще… Да, я все читаю. Мы присылали, потому что очень много вопросов прислали. Как вы собираетесь прекратить утечку мозгов и право интеллектуальной собственности? Ну, единственный путь – прекратить утечку мозгов, чтобы мозгам было удобнее здесь. Ну, чтобы в России… Ну, так сложилось, что, видишь, в России удобно к дуракам. К дуракам, предателям, там, всякой мразе. Нужно, чтобы еще и было удобно умным, да. И чтобы они могли что-то заработать, как-то себя реализовать. То есть, мы постараемся дать максимальные для этого возможности. Чтобы было… Я не хочу сказать, что мы хотим сделать, чтобы дуракам было неудобно. Пусть дуракам исторически будет удобно в России. Ну, раз уж у нас такая страна, что здесь должно быть удобно дуракам, мы и им создадим, в общем-то, хорошие условия. Ну, давайте как-то вот и подвинемся, место для умных оставим, а то, как дураки у нас выдавливают. Ваше отношение к протестантским церквям после прихода к власти? Будет ли убран приоритет русской православной церкви, которая сейчас исполняет роль отдела КГБ? Немного скажите о свободе и восповедании. Я сам член Бактистской церкви. Мы говорили миллион раз, что, конечно, абсолютная свобода вероисповедования в том числе… То есть, свобода совести, как она понимается во всем мире. Исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, быть атеистом – это право каждого человека. Причем он праве пропагандировать, как сейчас там чувства верующих туда-сюда. Да ради Бога пропагандирует. Ну, ты атеистом пропагандирует. Ты там православный или мусульманин пропагандирует. Нет вопросов. Мы никак не будем пытаться что-то изменить. Вопрос, связанный с тоталитарными сектами. Ну да, мы понимаем, что реальным тоталитарным сектам зеленый свет давать не надо. Ну, кто такие реальные тоталитарные секты? Вот если взять список, который дал ОРПЦ и который там в Госдуме гуляет, там две тысячи организаций, в том числе и та секция бега, которой занимался Кармишин. Она тоже тоталитарная секта. Он был участником тоталитарных сект. Представляете? Ну, наверное, у нас секции бега не будут тоталитарными сектами, хотя какие-то, ну, особо, так сказать, отличившиеся, безусловно, попадут туда, потому что мы понимаем, что, я говорю, тоталитарным сектам зеленый свет не надо давать. Их уж не надо так же прессовать прям совсем, да? Ну и зеленый свет не надо давать. Должна быть просто, скажем так, сопоставимая реакция. То есть любое преступление, оно должно быть сопоставимым с его наказанием. Потому что когда люди какие-то, три человека собрались в подвале, там, не знаю, зарезали кошку, произнесли какую-то тайную молитву, вы уехали на 15 лет, это как-то, по-моему, все-таки неправильно. Ну, все равно жизнь должна быть устроена так, вот по приоритетам. Народ должен давить государство, а у нас наоборот. А государство должно давить религию и церковь. Тогда будет какой-то баланс. А у нас наоборот, у нас церковь давит государство, а государство давит народ. Ну, и церковь еще народ дает. То есть народ в самом низу такой, и под прессом такой, горбатый под прессом. Нет, так не должно быть. Просит нас передать привет Рати Борцу. Привет. Привет. У нас, Вячеслав, не только мысли, даже рубашки одинаковые. Это хорошо, это классно. Многие оценили сегодня ваш внешний вид. Сказали, что по-летнему свежо. Ну, жарко тут, очень жарко. Вообще у нас, где мы вещаем, всегда было холодно. На улице жарко, а тут холодно. Вот прошлую передачу свою я начал случайно, да, словами же, как мне жарко. Да, это не хуже, как из страшной мести Гоголя. Ты помнишь, душно мне. Много задают вопросов про жилье, но, в принципе, можно, скажем так, один вопрос общий выделить из всего этого. Бурят ли какие-то дотации молодым семьям и вообще молодым людям, каким-то, может быть, работникам, которые на государстве работают в плане покупки и приобретения жилья? Ты понимаешь, ситуация какая? Вот мы видим, какое количество жилья, сейчас уже мы понимаем и говорим об этом. После 5-го, 11-го освободиться. Благодаря тому, что будет просто тупо конфисковано. В связи с тем, что это украденное у народа. Все вот эти дворцы, какие-то хоромы немыслимые, кучи квартир. А вот возьми, даже списки, мы с тобой смотрели этих путинских всех охранников. У каждого по 5-7 квартир. Что, они их нажили, что ли, эти квартиры? Ну, представь, все это, куда мы денем? Мы что, повесим это на баланс и будем тащить, что ли? Нафиг нам это нужно? Мы это раздадим тупо. Вот молодым специалистам прежде всего. Ветеранам, инвалидам, молодым специалистам. Надо, не надо. Будем раздавать. Потому что, представьте себе, сейчас понастроили там каких-то дворцов. Как в Геленджике. Ну, что с ним делать, с этим дворцом? Он там говорит, давайте вот там сделаем пансионат. Да какой же ты там пансионат сделаешь? Там огромные комнаты, хоромы такие. Это там, в этом пансионате, это дома сделаны под одного человека. То есть, ну, представьте себе, Ливадийский дворец. Какой ты можешь там сделать пансионат? Там и коридор. Нет. Ты из хоромов попадаешь в хоромы. То есть, это взять дворец, где пол там, может быть, стоит там по 200. Ну, как у нас у Димы там, тот дворец, который мы конфисковали тогда у него. У него там полный столь 135 тысяч долларов квадратный метр, погонный метр. Этот паркет. Какой-то из Южной Америки, там черный чего-то. Я уж не знаю, что. Я из Южной Америки кроме Тика вообще ничего не знаю, как ягсмен. А это какие-то там дела, которые ножки дальше там отлетают, как от железа. В общем, никаких царапин. 135 тысяч. По тем деньгам сейчас, наверное, дороже. Ну, вот представь, такие полы, да, такие стены там. И мы туда с ДСПшками придем, начнем разгораживать под какие-то эти каптерки, да, там, под комнатенки для этих... Кто там в пансионатах у нас отдыхает? Ну, это же обхохочется. Масса вещей, которые делать некуда. Вот такой вот дворец какой-то. Значит, надо кому-то всуропить, чтобы он его взял на себя, чтобы он не развалился, чтобы кто-то что-то там... Ну, там, с одним дворцом-то можно придумать, что там сделать такое этакое там. А? Музей. Да, музей там. Ну, в каждом же не сделаешь музей. Поэтому проблем с жильем, я думаю, не будет никаких. Тем более, масса народу, очень много народу, которые из серьезного жилья переселятся в менее серьезное жилье. Мы же понимаем, что те люди, которые успеют отсюда убежать, их жилье останется. Те, которые не успеют отсюда убежать, ну, они уедут куда-нибудь на Колыму, их жилье тоже останется. Поэтому я, может быть, страшные вещи говорю, но вы же должны понимать, к чему мы идем. Что у нас нет другого пути. Либо эти ребята окажутся на Колыме, либо мы окажемся там, под землей, все вместе, всей страной. Сейчас речь идет о целостности страны. Когда нам говорят, вот давайте сохраним Путина, и мы сохраним целостность страны, да мы уничтожаем себя каждый день. Мы уничтожаем русскую нацию, мы уничтожаем русскую страну. Это каждый день происходит. И в этом виновны все. Все принимают в этом участие. Я просто хочу комнату в коммуналке в Питере вообще без проблем. Вообще. Дворец Мальцев. Мне точно дворец не нужен ни при каких обстоятельствах. Вот просто под пистолетом я клянусь. Я очень трудно себя чувствую во всякого рода дворцах. Я как-то вот люблю простую. Кто со мной знаком, знает, что я очень люблю простую обстановку, атмосферу такую. Не дворца, точно. Вот здесь, по крайней мере, вокруг нас явно не дворец. Время потихоньку подходит к концу. И вот спрашивает, Вячеслав, не дай бог, конечно, но если вас все-таки посадят, то ваши помощники или кто-то еще продолжит вести передачу до 5-го, 11-го, 11-го, 11-го? Да, конечно. Я думаю, что мы же говорим, что это самоорганизующая система, поэтому святых мест пустых не бывает. Более того, я уверен, что если посадят даже, это тоже такой ход, да, который еще больше в цуксланках приведет, то, может быть, мы даже и не прекратим вещание. Ну, правда, я не смогу вещать в прямом эфире, но я вполне допускаю, что аудиозаписи вполне будут, потому что при нынешней ситуации в местах лишения свободы вообще никаких проблем вещать каждый день или через день аудиовариант. Вообще ничего не стоит. Мы даже недавно предполагали, какое у нас будет последнее слово на суде, но будем надеяться, что вы его не услышите. Да. Вячеслав, вы ничего не говорите о Верховном суде, Конституционном суде Российской Федерации, они наделены важными функциями. Что будете делать с судьями этих судов, назначать, выбирать? Нет. Теми, которые сейчас работают, они все, они нам не нужны ни один. Ни один. Вот оттуда нам не нужен ни один. То есть, если на местах есть еще приличные люди, бывают изредка. Ну, а я думаю, до 5-го, 11-го они все обозначатся. Вот нам говорили тут про милицию, про все. Я думаю, что нет никаких проблем заменить. Они говорят, милиционеров будете брать из полицаев. А зачем? Какими такими профессиональными качествами обладает современная полиция? Умеют взятки брать? Что они умеют делать того, что не умеют другие люди делать? Вообще без проблем. Поэтому набрать новых с нуля для нас гораздо проще, чем старых, которые такие нам проблемы садат. Местная милиция должна быть вся новая. Если с точки зрения криминальной милиции, там, ну, хоперов каких-то мы оставим, которые, особенно молодежь, которые сейчас работает, там масса приличных ребят пришли, то местной милиции все нужно заново. Слава, не думай о плохом, нужно настраиваться на позитив. А почему вы думаете, что сидение в тюрьме – это плохо? Это мы видим, что Адольф Аллаизыч стал бы он диктатором Германии, если бы его не присадили. А Нельсон Манделла, да, стал бы он тем, кем стал. Я уж про Карла Орлеанского вообще не говорю. Стал бы Карла Орлеанского великим поэтом, если бы не просидел 25 лет и 18 лет из них в камере, которая была меньше его ростом. Там, да, ну, наверное, тогда он бы не устроил знаменитого состязания в Блуа, на котором победил Вийон. Но я всегда, мне все равно, стихотворение Карла Орлеанского нравилось больше, хотя Вийон победил, да. Ну, вот, каждому свое, да, так, может быть, это необходимо, может быть, это, да, Махатма Ганди, да, Махатас Карамчанович сидел долго, много и охотно. Это уже все зависит от твоего отношения, как, что вот здесь я сижу, я чем более свободный, чем в тюрьме, что? Чем я более свободен? Ничем абсолютно. Я в этом же теле нахожусь, в этой же голове нахожусь. Все то же самое. Меня вот критикуют, лично меня пишут, что пример с зарезанной кошкой, конечно, очень неудачный. Это я несколько минут назад сказал про сектантов и зарезанных кошек. То есть, вы хотите сказать, что животные как были незащищенными, так и останутся? Ответьте, пожалуйста. Нет, конечно, мы же говорили, животных, безусловно, вообще животные, инвалиды, дети, это самые незащищенные, беременные женщины, поэтому мы готовы защищать и будем защищать, и никому не позволим. Поскольку, говорят, вот человек, который обижает живот, потом начинает обижать людей, не знаю, даже если этого нет, не стоит это делать. Человечество, в общем-то, когда жестоко обращается, в те эпохи, когда жестоко обращается с животными, в общем-то, находится на самом низком уровне. И эпохи, когда хорошо относятся к животным, человечество на самом высоком уровне находится. Это надо иметь в виду. Не надо вниз падать. Вы читайте Милова, что он сейчас про Мальцева пишет. Вы читайте, я не знаю. Во-первых, мне пофигу абсолютно, что там Милов, а не, Милов, я не с тем. Милов, я извиняюсь, я с Милоновым спутал у меня, бывает так, по фамилиям. Да, Милов я не знаю. Если бы Милонов какой-нибудь писал, мне было бы пофигу. А Милов интересно, что пишет про Мальцева. Там погуглите, скажите, что пишет Милов, интересно. Мы едим мясо животных. Ну, не все едят мясо животных, в общем-то. Медицина будет платной. Нет, медицина будет формально платной, фактически бесплатной. То есть все граждане России будут получать бесплатное медицинское обслуживание абсолютно в полном объеме. Все операции, потому что сейчас очень странно это видеть, как мальчику какому-нибудь или девочке собирают на операцию. С какой стати они откуда? С луны эти мальчики или девочки. Они здесь родились от наших родителей. И все. И мы обязаны все это сделать. Поэтому это будет бесплатно. Но формально будет платным в каком виде? Потому что нам необходимо для понимания того, с чем мы имеем дело, стоимость медицинских услуг просто для статистической работы. Для понимания должна быть стоимость медицинских услуг, стоимость препаратов, стоимость времени оказания этих услуг и так далее. То есть чистая бухгалтерия. Естественно, это не будет касаться каких-то групп приезжих, которые будут оплачивать медицинские услуги. Я имею в виду не граждан России. Милов нас называет трэш-фриком, вас вернее. Что такое трэш-фрик, я даже не знаю. Ну, как... Не, фрик, я понимаю, что такое. Ну, трэш-фрик, это фрик в квадрате, скажем так. Классно. Очень хорошо. Я думаю, это как-то надо рассматривать как это. По хвалу. Да, так, по хвалу, ради бога. Он говорит в контексте вероятной победы. Да, то есть он пишет, что фантастический прокол, это относительно вот случившейся ситуации, в сравнении с которым не идет никакая вероятная победа трэш-фрика Мальцева. То есть он как-то вот связывает это. Ну, ладно. Написал Милову в твиттере про Мальцева, и он внес меня в черный список. Зря Милову какие-то вещи стал говорить. Трэш-фрик Мальцев весьма злопамятный человек. Если я вдруг восприму это как обиду, и не дай бог я обижусь, то у Милову это ничего хорошего не светит в этой жизни. Это я однозначно говорю. Поэтому зачем? Меня всегда удивляют люди, которые пытаются со мной поссориться, даже не зная меня, не общаясь. То есть просто вот он захотел поссориться. Он думает, что так можно, что ли? Можно взять поссориться, и ничего за это не будет? Милов, нет, ты не прав. Ну, я как бы выдохну. Я потому что подумал, как я к этому отношусь. Вначале никак. То есть если первая реакция не негативная, то это, слава богу, ему сильно повезло. Потому что когда первая реакция негативная, это вообще очень плохо. В случае Милову там уже очень надо заниматься. Спрашивают тут еще достаточно много про экологию, в целом про окружающую среду, защиту окружающей среды. Спрашивают, будут ли какие-то ужесточения в плане заводов, предприятий, промышленных зон. Но я хочу напомнить, человек, видимо, нас не так давно смотрит, но и об этом пишет. Я хочу этому человеку порекомендовать посмотреть наши эферы и послушать, как вы боролись с сроксинтезом. Да не только с сроксинтезом. С сроксинтезом. Да и с заводом по уничтожению химического оружия. Я так напоминаю на всякие случаи, все-таки, что я являюсь президентом экологического движения «Будущее», которое реально работает. И, в общем-то, вопросы экологии – это очень важные для меня вопросы. И важные для страны эти вопросы. Поэтому мы будем стремиться. И с табачной фабрикой мы боролись, со всеми делами. Что там такое? Пишет, а вы Милова узнаем по походке. Да, мы Милова знаем. А кто такой Милов пишет? Ну, я вот тоже как-то… Да нет, для тех, кто не понимает, у Милова, я так понимаю, есть какая-то своя команда, которая тоже шла в праймере, о которой, например, я узнал несколько секунд назад. Я думаю, что большинство людей до сих пор о ней не знают. Но, видимо, Милов ревнует. Это нормально. Ну, как бы это общепринятые человеческие эмоции. Просто кто-то их сдерживает, а кто-то… Это особенность там товарищей из Москвы таких, которые себя считают такими крутыми, вообще прям суперскими политиками такими. Суперскими. Да. Время у нас уже потихоньку идет. Вот пишут, из 99 дробь 1 вещать не сможете. Как бы вот так не получилось, что оттуда и пишут. Наверное, да. Изменил, измены, дробь, дробь 1. Так. Да, и у нас экологическая тема. Я так понял. Больше всего Милов отличился тем, что вместе с Немцовым публиковал доклад Путин «Итоги» в феврале 2008 года. Ну, зачем? Давайте не будем на Милову наезжать. Просто вот такое внушение короткое мы сделали. что и на будущем предупреждаем всех желающих поссориться с мальцем вы вначале подумайте на фига вам это нужно я бы я очень злопамятный человек у меня есть масса минусов очень много минусов у меня очень много отрицательных сейчас характера самая из них отрицательная конечно это злопамятность я думаю что знаю в жизни одного человека такого злопамятного как я сам потом оказал что нет он менее злопамятные все-таки более злопамятный поэтому я вот на всякий случай хочу предупреждать от когда люди общаются там сильным действующим ядовитым веществом со взрывчатым веществом они же не общаются со взрывчатым веществом как там с мылом например вот я тоже не мыл ребят поэтому когда вы прошу уважение иначе в общем-то я могу обидеться а я очень злопамятный так что так мы еще отвечаем на вопрос или все или заканчиваем эфир но по времени наверно уже заканчиваем часа пять уже как относится к алкоголь я сам не употребляю алкоголь даже чисто символически ну если люди выпивают я ну смотря как выпивают мне не нравится конечно как его пьющие люди вызывают негативные отношения когда у меня работали большие группы людей как-то не было пьющих причем те кто кому даже нравилось выпить они как-то прекращали потому что в таком коллективе где нигде не пью нигде никто не пьет мне интересно причем на празднике не было того что там надо было там прятать чайники какие-то наливать и так далее я никогда никого не карал если люди собираются выпить на празднике ну как ты не пивусь это же должно то рыба гниет с головой шеф должен напарываться до потери сознания тогда все нормально тогда всем приятно а я нет вот так вот мы обсуждаем совершенно разные темы начиная от образования науки культуры не знаю медицинской сферы военной сферы но почему-то такой ажиотаж у нас вызвал вопрос чернокопательства уже люди наверное за неделю пишет нам и кто-то там хорошо об этом отзывается кто-то плохо вот вопрос вячеслав грабеж памятников археологии и чернокопательства после 5 11 17 бурт легализованы а федеральный закон об объектах культурного наследия в топку конечно закон в топку в том виде в котором он существует он не должен существовать у нас нет фактически по всей россии кадастро памятников реальных вот этих которые здесь стоят их сносят на их местах строит всякой коммерческой там жилье и так далее и это никого не беспокоит а то что гипотетически кто-то может пойти куда-то за 100 километров от саратова взять лопату и откопать там чё то точно никогда в жизни никто вот если предположим он не откопать то никогда в жизни никто не откопать вот это напрягает их были на вдруг он там откопает а золотится то что всю страну на к разбомбили все разворовали твой в запаснике посмотрите там чё-нибудь осталось запасник тогда все украли давным-давно рассказывает нам про то какой черный копатель где-то что-то откопает вы посмотрите у нас сгорают огромные библиотеки потому что там украли все книги у нас горят музеи у нас если сейчас покопаться в любом этом сам запасники того что половина ничего нет это никого не волнует а волнует что вот какой черный копатель с заступом тома а отру отру и чего-нибудь наполеоновских времен монету на трое там этого корону прямо вон там прямо корону а трой там же есть определенной категории граждан который рассказывает что когда трое брали там мешок с драгоценностями кто-то погрузил нас на спину ушел через подземные ходы как раз сюда куда-то и вот где-то здесь клад прямо там в россии за копом вот тут как раз копать или откопает это клад прямо вообще будет полная жесть все украдено до нас конечно что если тебя убьют мальцев когда ты станешь президентом то я сам стану этим человеком и заимею лидера потому что я видел будущее и в этом будущем нет тебя а есть я и бог который поддерживает меня классно санитары уже выехали классно браво а меня еще фриком называют ужас какой-то а вот это милов написал наверное я написал милов судя по всему госархивы откроем конечно безусловно причем мы только вот несколько дней назад об этом говорили вот интересно люди размышляют все что есть в государственных хранилищах в том числе и в государственных архивах ну мы должны будем изобразить в информационном мире то есть вот есть допустим у нас такое количество картин вот они намотаны эти картины вот на такие бобины там по 300 штук на одну бобину вот в конце концов нам нужно будет провести работу размотать все эти картины сфотографировать и все грубо говоря запротоколировать как положено и повесить вот сайт там допустим третийковской галереи вот вот вся галерея а вот весь госхрам вот такой-то музей вот сам музей вот все его запасники вот архив официальный вот книжки архиву вот каждая страничка этих книжек да это огромная работа да это громадные деньги ну куда деваться у нас если мы вспомним например допустим но конспирологи сразу сейчас начнут кричать во все голоса вот те вагоны которые принадлежали ананерба который как приехали сюда закрытыми вот из них эти ящики вынули опечатаны никто ни разу туда не залез вообще не посмотрел что там прыгну что там за документы а там огромное количество документов хотя бы по истязанием людей как их там морозили какие они выносят низкие температуры как их там поджаривали какие высокие так далее то есть возможности человеческие там описано но и многое другое из того чего нам и в голову прийти не может это по крайней мере ну ну это интересно с одной стороны да это имеет как бы во первых и историческое значение очень важное во вторых это имеет научное какое-то значение никто это не исследовал потом попросили у горбачева да и тому ельцин у кого ну вот как раз в этот промежуток горбачев ельцин все вагоны все забили назад отправили мы даже не знаем что там было ну хорошо было бы все это взять разместить везде в интернете и так далее чтобы люди почему почему туда не залезли ну потому что была секретность бешеная а тех кто был допущен у них интереса не был туда лезть они другими вещами заниматься нафиг им это она нам там секретность была по самому высшему уровню а сколько могло туда людей залезть кто туда полез бы андропов туда полезу нафиг ему это нужно было у нее других дел был навал поэтому тогда секретность не нужно нужно повесить все эти документы чтобы масса людей занимались самостоятельно вот как у нас занимаются астрономии какими-то другими науками там же нет секретности любой залез и все посмотрит и масса людей которые могут все расписать там все увидеть все так сказать спрогнозировать так и здесь то есть у вас людей которые могли бы сделать открытие это как с черными копателями то же самое то есть могли бы но мы не допускаем а вдруг он там чего-то где-то с какой стати идите смотрите надо все вывесить в интернете что еще ведь славка будете безграмотность ликвидировать ну единственный путь ликвидации безграмотности это обучение ликбез то есть стараться безграмотность ликвидировать при помощи информационного мира то есть на мы не можем говорить о безграмотности поскольку сейчас все в общем то грамотные писать читать все умеют если и в прямом понимании слова грамотность да но невежество очень серьезно очень серьезное невежество и поэтому его ликвидировать при помощи в том числе обучающих программ но эти программы не должны быть какие-то государственные они могут под патронажем кого угодно быть и так далее но это это не должна быть система такая вот как как сейчас там вот определили сколько надо таких программ то есть раздали гранты и в результате получились у получился ура единой россии наверное нет нам это не нужно не баньте меня не будем не обещаю не обещаешь ну ладно вопрос о прямой демократии конкретный пример живем на квартирном доме на 500 квартир нужно было избрать голосованием собственников совет дома чтобы эффективно взаимодействовать управляющей компании ну и заодно решить вопрос по отдельному счету в котором собиралась бы плата за капремонт и не уходил в общую дыру муниципалитета 5 активных молодых и не очень вполне симпатичных жительниц дома месяц ходили по всем квартирам и просили поголосовать не смогли набрать даже 40 процентов голосов за потому что люди отказываются выбирать и голосовать отвечая что нет в этом никакого смысла да согласен представь себе если был другой вариант если бы связались с ними таким образом чтобы у каждого был зарегистрирован телефончик там или компьютер и сбрасывали сказали вот нам нужно что чтобы вы принимали участие в жизнь нашему квартирного там дома такие-то вот очень важные вопросы и и они были уверены что эти вопросы решаются от руководством тсж или кто-то не в свою пользу там все сейчас уверен что вот руководитель тсж он там перетягивает друг говоря одеяло на себя а если бы были уверены что здесь система народной демократии что от его мнению многое зависит ну и пришла там смс как вот как вы считаете только и тот он раз вот сказал да нет или какой-то там третье мнение как ты думаешь сколько там голосовал я думаю что большинство ты согласен но если вот и ему писали и он мог отвечать никаким 40 процентов при 500 квартирном доме это классно вообще-то это суперский результат поверьте мне и 500 процентов да вы чё это очень хороший результат это еще активные люди живут в нашем понимании было бы 60 человек вот 500 квартирном доме 60 человек это максимум то есть это очень хороший у них результат я в него о чем разговор разговор о том что народной демократии может не попереть вот по такому принципу при таком механизме сто процентов не попрет если тебе надо прийти куда-то чего-то там каждый день приходить там хотя вот у коммунисты на партсобрания собирались очень часто в советском союзе да там но это было надо здесь не надо чтобы было вот надо вот так а чтобы человеку самому хотелось участвовать в это надо поляризировать и я думаю что никаких проблем не будет ну и нужно понимать конечно что есть определенный менталитет да то есть люди с 90-х годов в этой псевдо-демократии варится и видит то что тратит тратили когда-то свое время на в общем-то вот эту псевдо-демократию путинскую да и не получая никакого выхлопа то есть ну грубо говоря раз ходили на выборы два ходили на выбор три ходили на выборы слышали только о фальсификациях о вранье и так далее то есть и сейчас люди как бы потеряли в этом надежду и когда эта надежда вернется когда люди увидят что голосование реально имеет какую-то какую-то силу о том что действительно есть народная демократия которая имеет реальный вес то тогда люди конечно не будут так относиться что это все бессмысленно и так далее когда будет смысл тогда и не будет люди говорят что это бессмысленно что нам делать вячеслав если вас физически устранят кто нас поведет дело в том что поведет-то идея она собственно сейчас ведет ведет-то не мальц ведет идея идею нельзя устранить она уже высказана все поэтому найдутся огромное количество людей которые мы говорим о самоорганизующей системе и сейчас вас не мальцев идет везде на местах уже полно своих мальцевых уже везде создаются так скажем как мы временно так называем бойцовские клубы да и у нас очень много информации про разные места вы же сами видите вот с этим голосованием все понятно но это же это вот как раз те люди которые и есть все эти бойцовские клубы причем это него небольшая часть их небольшая в тему бойцовских клубов передаем привет антону знаем о вашей работе он наверно сейчас тоже удивлен немного но тем не менее привет вам да спасибо ну чё там голосование не продолжили пока информации нет последняя в общем-то информация о том что будет вечером собрание вот этого палец совета их на котором будет принято решение по судьбе данных праймерис ну кстати было одно из так сказать предположение скептиков да что если мальцев будет побеждать уж с очень большим отрывом то произойдет взлом сайта и так далее ну так мы по-моему даже каком-то эфире об этом говорили нам задавали вопрос предполагаем ли мы такой вариант мы говорили что предполагаем да мы предполагали конечно такой вариант посмотрим какой будет результат но для нас он уже положительно он уже супер положительно что закругаемся да спасибо за то что вы нас смотрели и смотрите так в общем то завтра у нас эфир в 21 час эфир как обычно уже наверное будет что сказать мы следите за сайтом волна перемен может быть все откроется там и можно будет проголосовать и следите за наши странице вконтакте есть ссылка в описании там появляется самая новая информация и в том числе по В первую очередь по голосованию, то есть если у нас появляются какие-то информации, то в первую очередь быстрее всех мы ее публикуем на этой странице ВКонтакте, и следовательно, если возобновится голосование или будут какие-то принятые решения по праймерису, то мы тут же отпишемся, поэтому добавляйте нас в друзья и следите за появляющейся информацией. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. Продолжение следует...